Сегодня в гостях у нашей программы очень достойный человек. И у него очень много достижений, и его можно уважать за очень многие его поступки в жизни и совершения. Но я думаю, что интересен и узнаваем для наших зрителей он будет тем, что он являлся автором и создателем программы «Эрудицион», которая в своё время выходила на одном из росландских каналов. Многие видели. А ещё среди его учеников, бывших разных лет, сейчас очень много действительно успешных людей, причём в разных сферах, и врачи, и педагоги, и просто творческие люди, и переводчики, и в том числе и политики, и как оппозиционные, так и провластные. Сегодня у нас в гостях Михаил Нинковский, обладатель звания «Учитель года» 1994 года, издатель. Я надеюсь, что наша встреча пройдёт успешно, хотя я немного волнуюсь. Мне кажется, что мне легче провести самому какую-то программу, чем находиться под прицелом сразу у такого количества красивых девушек. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Александрович. Мы очень рады, что вы к нам пришли, причём, что так легко согласились посетить нас. Спасибо, что пригласили. Я так понимаю, любопытство сработало, да? И первый вопрос, который у нас родился, и мы с чего хотим начать, мы хотим спросить, зачем вы придумали провинциальный колледж? Вы же его придумали, получается. Ну, придумывал его не я, на самом деле, так сказать. Я вошёл в эту команду, когда уже процесс чуть-чуть был запущен. На самом деле, это была идея, в первую очередь, Николая Владимировича Груздева, который сейчас возглавляет областной департамент образования. Ну, и вообще такая коллективная, в общем-то, идея. Зачем? Ну, прошло 20 лет, сейчас вспомню, зачем. Ну, время такое было. Хотелось что-то пробовать, хотелось что-то необычного, и нам казалось, что, скажем, те школы, которые существуют, они все очень похожи друг на друга, и не вполне реализуют, скажем так, образовательные интересы учащихся. Поскольку массовая школа действительно не может реализовать интерес каждого ребёнка. И нам хотелось попробовать сделать такую маленькую школу для каких-то детей, которым в школе тесновато, и попробовать дать им что-то такое большее, и именно то, чего они хотят, а не то, что там заложено в программах, и так далее, и так далее. Ну, и поскольку мы были все молодые, веселые и безответственные... Безответственные? Да, ну, конечно. Я вообще убеждён, что всё, что мы тогда делали, мы делали по незнанию. Мы не знали, что нельзя создавать свои школы, не знали, что нельзя изучать по выбору химию и физику, мы не знали, что нельзя делать профильные классы, А вы сейчас считаете, что это нельзя делать? Теперь уже можно. Так, вы и... Ну, и как-то вот думали, что можно всё. Сейчас бы мы, наверное, уже не решились на это. Во-первых, мы все стали старые, а тогда нам всем было, ну, максимум 30. Погода 30, да. И как-то так лихо всё это создали. Ну, ладно, мы-то решились на это, но как решились родители привезти детей к нам в 11 класс, вот этого я до сих пор не могу понять. А это были какие-то знакомые, или это были совершенно посторонние люди, которые случайно узнали? Был объявлен набор, и какие-то странные родители привели к нам своих довольно странных детей. То есть, эти дети изначально были странные, или они стали странными уже, когда они закончили провинциальный врач? Нет, я думаю, что они странными были изначально. Ну, на самом деле, первый набор, конечно, он самый был такой странный, во-первых, мы не знали, как набирать. Во-вторых, родители тоже не понимали вообще, что будет. Причем, ладно, там, когда отдаёшь в первый класс, за 10 лет можно что-то поменять, а когда отдаёшь в 11... Вот. Но это были действительно странные ребята, то есть, те, которым в школе было немножко тесновато. И как-то вот их не понимали, может быть, в школе, они не очень понимали, что там происходит. А у нас как-то всё было очень демократично, к нам можно было на уроках ходить в шляпках, с колокольчиком в ухе. Это всё было. Нет, ну, в любом случае, вот у меня тут написано, что у вас учились, возможно, не на провинциальном колледже, а ваши ученики. Сейчас вот буду перечислять. Андрей Мурашов, Владимир Слепцов, Дмитрий Донсков, Илья Осипов, Юрий Бойко. Ну, и вообще очень многие люди... Юрия Кривцова. Юрия Кривцова. Марк Нуждин. Ну, соответственно, те люди, которые действительно сейчас достаточно известны и успешны. Не странные ли они все? Ну, не знаю. То, что они успешны, это действительно так. В связи с этим у меня вопрос. Всё-таки дети... Возможно ли по детям узнать, станут ли они успешны, когда они ещё учатся в школе? То есть видно ли это ещё, когда они учатся в школе? Вы знаете, ну, это довольно такой непростой вопрос, потому что в ком-то действительно видишь некий такой вот потенциал, особенно творческий потенциал. Ну, например, несложно было догадаться, что Юрия Кривцова станет человеком творческим, ярким. Вообще, это был какой-то уникальный класс, вот где она училась. Там же училась Ира Наумкина, актриса в институте. Там же училась Наташа Ключарёва, замечательный прозаик, который издаёт сейчас на всех языках мира. Вот в них было это видно, да? У некоторых было это разгадать довольно сложно. Я, например, не мог предположить вот такой карьеры у Володи Слепцова. Но я несказанно рад, что вот сейчас он. А каким мы его видели? Да, Валерий Витальевич, каким он был учеником? Если я вам скажу, что он был самым худеньким в классе, вы же мне всё равно не поверите. Но это правда. Он был совершенно замечательным. Но он был, прежде всего, спортсменом и активно действительно профессионально занимался спортом. И я как-то плохо себе представлял его там главой, района, заместителем мэра или сейчас вот замглавы администрации Сергея Посадова. Но, тем не менее, вот он так постепенно к этому пришёл. Скажем, Андрей Мурашов, да, он был председателем учкома. И сразу было видно, что это будущий руководящий работник. Хотя, на самом деле, вы знаете, наверное, это не главное. Это не главное. Потому что есть какие-то базовые вещи, которые надо в школе сформировать. А как потом ребёнок, уже выросший ребёнок, этим воспользуется, это, наверное, уже его дело. Но всё равно диагностика и вот это вот понятие каких-то установок, или даже не установок, а склонности ребёнка, это важно? Ну, конечно, конечно. Вообще, понимаете, какая штука? Школа, по идее, должна развивать то, что вот в ребёнке есть, да? Так. Другое дело, что в условиях массовой школы это довольно сложно. Это довольно сложно, потому что вот я, когда пришёл в школу, у меня класса были по 42 человека. Но попробуйте развить каждого индивидуально. По минуте поработал с каждым на уроке, урок закручивался. Урок закручивался. Поэтому это сложно. Но, тем не менее, есть же какие-то иные виды работы. Есть неклассная работа, есть индивидуальная работа. Скажем, вот в провинциальном колледже у нас с первого дня ребята писали курсовые работы. Это абсолютно индивидуальная научно-исследовательская работа. И для многих это как-то вот потом определило и жизненные выборы, потому что многие занялись научной работой. Сначала были школьные курсовые, потом были институтские, потом дипломы, потом диссертации. Вот этот опыт создания провинциального колледжа, действительно, ведь он существует и по сей день. Единственное, что у меня вопрос, почему в те годы он действительно гремел, то есть про него знали все, которые туда хотели. Да, сейчас вот как бы... И вообще он создавался, насколько я понимаю, он как альтернативное учебное заведение. А сейчас это точно такое же муниципальное образовательное учреждение, как и все остальные. Это хорошо, либо это плохо? Вы знаете, ну, во-первых, он всегда был муниципальным. Кстати сказать, вот абсолютно гениальная мысль Михаила Ильича Груздева, создавать тогда школу не частную, а именно муниципальную, потому что для частной школы у нас нет, скажем так, базы, и время показало, что он был прав, посмотрите, у нас сегодня ни одна частная школа толком не работает. Значит, почему тогда это гремело? Это действительно была альтернатива массовой школе. Мы проводили какие-то такие вещи, которые в школах не было. По сути дела, вот у нас впервые появились такие по-настоящему профильные классы, да? У нас впервые, вот так в системе заработала новошественская работа ребят. У нас впервые, там, вузовские преподаватели начали вести уроки и так далее, и так далее. И тогда в школах этого не было, и ребятам нужно было куда-то идти искать, вот они находили провинциальный город. Сегодня, возможно, даже, в частности, благодаря примеру городу, эта работа ведется в школе. Поэтому смысл, допустим, уходить на последние два года в какое-то другое учебное заведение, может быть и меньше. Поэтому я считаю, что вот эту задачу Кольщ выполнил за 20 лет своего существования. Значит, сегодня у него другие задачи, может быть, не столь яркие, не столь альтернативные, но, по-моему, он тоже с ними глистяще справляется, потому что, насколько я знаю, после того, как он же последних лет, тоже вполне успешный, успешный студент, успешный специалист. А вы знаете, складывается ощущение, что государству, например, невыгодно развивать ребенка и делать так, чтобы ему было комфортно, и чтобы он мог действительно заниматься тем, что ему интересно. Гораздо проще и дешевле всех по одной системе обучать и по одной структуре спрашивать потом. Как теперь вообще быть детям, которые лишены возможности, например, ну вот, как Юля Кривцова, например, у нас сегодня героиня нашей программы, вы сказали, да? Ну вот, как им раскрыться вот в условиях обычной школы, обычного класса и простой программы? Вы знаете, ну, если я скажу, что у меня складывается примерно такой же шкейль, то это будет правда. Но дело в общем, учат детей все-таки не государство, а учителя, понимаете? Поэтому внутри некой государственной системы все равно живые люди, которые учат живых людей. Вы простите, я учил в советской школе. Вот уж где все было, так сказать, стандартизировано. Я и начинал работать в советской школе, и того же Андрея Мурашова учил вполне в советской школе. Но мы приходим в класс, мы видим живых ребят, они все разные. И, наверное, учитель может найти к каждому какой-то подход, с каждым заняться чем-то, что ему близко. Даже в рамках, так сказать, любых стандартов, любых там узаконенных программ и так далее. Поэтому это все не безнадежно. К сожалению, к сожалению, да, учителям очень часто приходится работать не благодаря тому, что делает государство системе образования вопреки. Но, простите, учителя настолько к этому привыкли, что они, по-моему, по-другому уже не умеют. Что будет, когда учителя, которые работают сейчас, уйдут на пенсию? Кто их сменит? Сменят другие. Будут они все-таки? Ну, не смеют. Нет, но на самом деле тут проблема есть. Потому что сегодня, к сожалению, из выпускников педвуза очень мало кто идет в школу, да, по целому ряд причин. Но, вы знаете, я вижу от молодых педагогов очень талантливых, очень интересных. Кроме того, у них образование ведь лучше, чем у них. Вы думаете? Да, да, да. Потому что, вы понимаете, какая штука. Ну, вот мы учили в советской школе, в советских вузах. Там было все очень такое весьма ограниченное. Сегодня, конечно, гораздо более интересное образование. Другое дело, что готовы ли они, собственно, к педагогической работе, тут есть вопрос. Особенно психологически они к этому готовы, да. Работать 24 часа в сутки, думать все время про каждого ребенка, так сказать, какой он там индивидуальный и так далее, и так далее. Получать за это не очень большие деньги. Вот готовы ли они к этому, я не знаю. С точки зрения образования, вот, такой базовый фундаментальный, они... Ну, потом, жизнь-то идет на месте, не стоит на месте, она развивается. И то, что они сейчас узнают в вузах, ну, при нас этого просто не было. Понимаете, Пуштин же не считал, достается. Конечно, легчает от этого. Есть мнение, что раньше в школах было учителям проще, хотя бы потому, что если им меньше платили, то хотя бы не связывали им руки в плане педагогического процесса преподавать. Подожди, когда раньше? Ну, даже, я не знаю, в 2000-х, наверное, даже, нет, даже, наверное, попозже. Сейчас, просто вот сейчас, последних лет образовательная реформа, она настолько связывает руки преподавателям, то есть, мы же вам вроде денег добавили, а руки-то мы вам связали. Это так, или это утрирование? Знаете, есть ощущение, что это все-таки так. Вообще, вот, поскольку я работал в разных школах, начинал, повторяю, в советской, в 83-м году, потом работал, так сказать, в перестроечные годы, в 90-е они тоже были немножко особыми, и в 2000-х успел поработать. Все очень по-разному было. Я вам скажу, что лучшие, конечно, годы, это, наверное, все-таки конец 80-х, начало 90-х. Почему? Была невероятная свобода творчества, другое дело, что она, ну, иногда такая уж. Ну, тогда же, наверняка, совсем не платили денег. Я вас умоляю. Ну, понимаете, какая штука, ну, почему же мы все время деньги-то выпираемся? Вот, верить и нет, мы, значит, когда был 92-й год, мы пришли в колледж, да, и все понимали, что нас ожидает какая-то новая работа, какие-то новые условия. Вот, спросите у Груздева, никто ему не задал вопрос, сколько мы здесь будем получать? Вот нас это совершенно не интересовало, нас интересовала возможность самореализации. Мы все создали авторские программы, мы творили, что хотели. Другое дело, кто, как этой свободой воспользовался, да? То есть, вот, ну, я считаю, что мы воспользовались удачно, судя по результатам работы колледжа. Потом, постепенно, вот эта свобода, она начала, так сказать, ограничиваться. На самом деле, в этом есть определенный смысл, потому что давать, скажем так, учителю, школе полную свободу, то есть, делай, что хочешь, но это тоже неправильно, да, потому что дети-то должны переходить из школы в школу, а одна школа одному мучает, другая другому, а они мучаются, да? Дети должны поступать из школы в вуз, то есть, должны быть какие-то стандарты. Но, к сожалению, последние годы, это меня немножко печалит, уж очень много стандартизации, очень много ограничений, и завалили, конечно, учителей отчетностью, бумагой, мониторингом. Это безумное дело. И самое-то обидное лучшее, может быть, эти бумажки, они и нужны, не знаю, но на них уходит очень много учительского времени, а это время, оно же, понимаете, 24 часа в сутки, 25-го часа на эту работу нет, то есть, оно отнимается либо от работы с детьми, либо от того времени, когда учитель может саморазвиваться, читать книжки, ходить к коллегам, смотреть опыт, ходить в театр, в музей и прочее, прочее. Вот это плохо, конечно. Правда ли говорят, что ваши уроки – это театр одного актера? Я что сейчас должен сказать? Ну вот вам сейчас, как кажется? Вот сейчас уже по прошествии. Из вот этой фразы «театр одного актера» я могу с уверенностью сказать только что «одного». А уж там актеры или театры, этого я не знаю, это пускай говорят мои ученики. Почему вы ушли из провинциального колледжа? Знаете, я ждал этого вопроса. А можно я переформулирую его? Да, вы успешный преподаватель, все здорово. Почему вы ушли вообще из педагогики? Например, ваш коллега, создатель провинциального колледжа, Михаил Груздев, сейчас директор департамента образования. Уверена, что вы бы достигли не меньших высот и даже, возможно, и больших в связи с этим. Но вот зачем? Раз ушли, может быть, остались бы? Во-первых, после директора департамента образования никто не предлагал слова. Я совершенно не представляю себя чиновником. Почему я ушел, на самом деле, вопрос очень непростой. Понимаете, я уходил в 2000 году, начал уходить, скажем так. Дело в том, что сошлось сразу несколько причин. Я не буду скрывать, что были материальные причины. Может, конец 90-х, ну, просто вымотал все нервы. Мы сидели вообще без денег, мы же зарплату не платили месяцами. У меня все-таки было двое детей, причем один тогда уже был студентом, а одна школьница. Было очень тяжело, просто невыносимо тяжело. И когда постоянно приходилось думать о заработке, это, конечно, не вселяло оптимизма. Но это была лишь одна причина, я повторяю, многое сошлось. Понимаете, вот не знаю, там были мои уроки театром одного актера, но то, что я все время работал с полной выкладкой, это точно. От этого устаешь, от этого вырабатываешься. И, ну, усталость, в общем, определенная накопилась. Кроме того, так получилось, что в колледже я все время работал и в 10-м, и в 11-м классе. Каждый год одна и та же программа. По-новой. Ну, стали повторяться. Начинаешь повторяться и начинает немножко раздражать. Ну, вот ты год назад это говорил, все понимали. Теперь говоришь, они опять не понимают. То есть они-то не виноваты, дети-то другие, да? Но ощущение вот такое. И когда я почувствовал, конечно, это было какое-то, знаете, такое секундное раздражение, но когда я почувствовал, что меня что-то начинает раздражать в своей работе, в детях, я понял, что надо остановиться. Потому что не дай бог дожить до того момента, когда тебя будут раздражать твои ученики. К сожалению, многие мои коллеги доживают. Но маленькая деталь, я прошу прощения. Я ведь уходил очень долго. Когда меня пригласили в это издательство, где я сейчас работаю, мы договорились с моим тогдашним руководителем, что я через полгода к нему приду. В январе был разговор, я говорю, я выпущу 11-й класс, тем более, наверное, дожки заканчивал, и я к вам приду. Ну, и потом я еще 7 лет работаю в Коинциальном колледже, уже будущий директором издательства. А, вот так. Семь лет уходил. Семь лет уходил, не мог уйти. Михаил, у меня знаете какой вопрос? Вы так много времени тратили на образование чужих детей? А кто занимался образованием ваших? Я был у них классным руководителем, у того и у другого. Правда? Вы были объективно, что очень тяжело. Вы знаете, я сначала, честно говоря, боялся этого, конечно, страшно, когда вот на старший сын ко мне пришел. Причем я боялся не то, что я им буду делать какие-то поблажки, а как раз наоборот, что я буду его, так сказать, так немножко зажимать. И я очень хорошо помню такой эпизод, когда, значит, этот класс написал первое сочинение, я не успел проставить оценки в журнал, раздал им тетради, попросил их продиктовать мне оценки. И когда я обратился к собственному ребенку, и он сказал, что у него тройка, весь класс замер, видимо, в ожидании, если он своему тройке ставит, что ж будет с нами. И вы знаете, ну как-то у меня не было проблем, потому что я с своими детьми дружил и дружу до сих пор. У нас очень дружеские отношения, такие же, как с их одноклассниками. Поэтому не было проблем. Ну, в общем, вот в такой форме я занимался воспитанием собственных детей. Дома, конечно, не хватало времени. Понятно. Скажите, вы сказали, что слава богу, что вам никто не предлагал постом директора департамента образования и различные посты чиновничьи. Вы так плохо относитесь вообще к чиновникам? Я очень хорошо отношусь к чиновникам. Ну, вот давайте об этом поговорим. Мне просто было бы жалко систему образования, если бы я ее возглавил. Почему? Вы так бы новатор, мне кажется. Я совершенно не того склада человека, понимаете. Что бы вы сделали с системой образования? Да ну, что вы, зачем же пугать телезрителей? Нет, ну это интересно. Не знаю. Я никогда не мыслил об этом, никогда не думал, никогда не планировал. Я даже директором школы никогда не хотел быть, хотя предлагали. Предлагали вообще какие-то там всякие посты. Я помню, еще в советские времена мне предлагали стать инструктором райкома партии. Как бог отвел. Инструктор райкома партии. Ну, сейчас даже не объясню, что это. Это что-то такое за гранью. Слушайте, знаете, у меня еще какой вопрос? Я просто пользуюсь случаем, не могу его не задать. Я слышала такую мысль, что сейчас же как-то вообще безумно трудно детям учиться, какие-то там невероятные задачи, такие, что родители не могут их решить. Но я не могу привести пример сейчас, потому что у меня нет детей и нет учебников. Но, тем не менее, я слышала мысль, что это происходит потому, что все нацелено на то, чтобы родитель больше времени проводил со своим ребенком. Чтобы вот ребенок приходит со своими задачами к родителю, и вот они вместе кропотливо решают там, не понимают, вместе ищут решения и ответы, и таким образом взаимодействуют. И у меня тогда возникает вопрос, зачем вообще нужна школа, если родитель ровно столько же времени, сколько ребенок проводит в школе, тратит дома на то, чтобы решить то же самое? — Ну, вообще, я совершенно не склонен думать, что авторы учебников вот именно этим руководствуются. Мне кажется, что они про это вообще не думают. Я просто сам, как автор учебника, могу сказать, что про родителей не думаешь, когда пишешь. Но если это так, то это хорошо. А потом вы говорите, зачем нужна школа, если родители столько же времени должны проводить со своими детьми. Родители гораздо больше должны проводить времени со своими детьми, чем школа. Понимаете? К сожалению, так сложилось, что в школе ребенок там 6 часов плюс еще там 6 часов готовит уроки, потом 20 минут смотрит на своих родителей, вспоминает, как они выглядят, и снова за уроки. Это неправильно. Родители должны больше времени проводить с детьми. И если они, так сказать, вместе мучаются над какой-то задачей, вместе что-то не понимают, то хорошо уже то, что вместе. Потому что это редкий случай. Вы упомянули, что вы там не руководствуетесь, чтобы родиться ребенком, когда пишете учебник. А чем вы руководствуетесь, когда вы пишете учебники? Ну уж я-то прямо не то, чтобы учебники пишу, я в одном учебнике участвовал еще как соавтор. Ну чем руководствуетесь? Чтобы вот ребенок мыслил, чтобы он умел разбираться в предмете, чтобы он умел анализировать данное устающее художественное произведение, поскольку это учебник литературы, как вы понимаете. То есть я думаю о том, как он будет это читать, что он будет при этом делать, поймет ли он это, и что он поймет, и что он будет делать сам. А с кем он будет в этом разбираться, я как-то вот... Образовательная литература, я так понимаю, что издательство, в котором вы работаете, оно вкратце образовательной литературой занимается. Она становится доступнее, понятнее, лучше, чем была? Или она становится более замысловатая и непонятная? Чем была когда? Ну, допустим, в 90-е. У нас были очень простые книжки. Да вы знаете, она и сейчас не замысловатая. Вообще, ни для кого не секрет, чем менее замысловатая книжка, тем успешнее она продается. Так. Понимаете, да? Потому что это уже коммерция. Чем проще, чем примитивнее книжка, ну даже возьмите художественную, да? Что продается лучше? Какой-нибудь высоколубый роман или какой-нибудь там женский роман или детектив? Всем совершенно понятно, да? Вот, поэтому сегодня как раз обилие таких очень незамысловатых образовательных книжек, которые доступны любой домохозяйке, которая там занимается своим ребеночком. А еще лучше, чтобы даже вообще без родителей он обходился. Ну, мы вот очень много издаем литературу для дошкольников, например, да? Я знаю, как ей пользуются. Садись, пиши, я пошла посуду мыть. Сам разбирайся. На самом деле, ну вот такое и есть. Поэтому я не могу сказать, что она уж очень замысловатая. Другое дело, что мы, когда издаем эти книжки, мы прежде всего руководствуем с двумя вещами. Первое, чтобы эти книжки не были вредны для ребенка. К сожалению, сейчас очень много есть образовательной литературы, которая вредна. Все эти развивающие книги, которые развивают не пойми чего. Прежде всего, чтобы было не вредно. Ну, а второе вопрос, конечно, чтобы было полезно. Чтобы он все-таки чего-то, чему-то учился. Какие-то навыки осваивали. Как вы определяете, вредно это или не вредно? Опыт. Ну, работаем, так сказать, мы все-таки работаем. У вас есть какая-то фокус-группа, на которой вы оба протестировали? Есть, есть. На самом деле, во-первых, у нас есть специалисты и среди авторов, и среди наших, так сказать, просто друзей, педагогов. У нас же в основном, вот если говорить об образовательной литературе, которую мы издаем, в основном ее пишут педагоги практики. То есть те, кто работает с детьми. Поэтому, как правило, мы интересуемся, как это работает с вашими детьми. Вот это ваша методика, какие она дает результаты, когда вы работаете в своей школе, в своем детском саду и так далее. И из опыта работы в основном это все делается. Давайте из области научной патристики, да, немножко к нашей реальной жизни. А точнее, даже не сейчас к реальной жизни, а к тому, опять же, чем занимались 20 лет назад, начали заниматься. Многие сейчас, да, многие сейчас, смотря нашу программу, ой, а где же я его видела? Я его где-то раньше видела. Точно. И, соответственно, все, ну, может быть, не все, но очень многие вспомнят про эрудицион. И, например, сейчас, как сегодня, когда мы пришли, наш мастер-парикмахер Алина, она, я знаю, там, на 10 лет младше нас, да, но она и то помнит и видит вас, и вас увидев, она вспомнила. Ой, точно, я же смотрела эту программу. Я так хотела туда попасть. Да, 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 но она тогда еще была очень маленькая, явно. Так же я давно живу. Вопрос. Я где-то еще читала, что, да, что вы там очень любите театр и могли бы стать, возможно, актером и журналистом. Соответственно, вы неплохой ведущий, но я вам покажу, да, в интернете, где, соответственно, не хотелось ли вам стать журналистом? Вот такой вот вопрос, потому что вы хороший ведущий, хороший автор программы, и, соответственно, вот, журналистика не привлекала ли вам? Знаете, хотелось, хотелось, я вам даже могу сказать, когда это было, это было, наверное, в восьмом или в девятом, и даже была мысль поступать на какой-нибудь журфак. Ну, в Ярославле тогда журфака не было, куда-то ехать почему-то я так немножко постеснялся. Были и какие-то мысли о театральной деятельности, поскольку всегда занимался самодеятельностью театральной. Почему-то я мечтал о режиссуре, не об актерском как раз, опять же, в Ярославле был актерский факультет, режиссура не было, опять надо было куда-то ехать. То есть, ну, и фартик как-то, да? Как-то вот, да. Ну, и все закончилось пединститутом. Вы знаете, я, честно говоря, не жалею, тем более, что, ну, работа педагога, она отчасти сравнилась. И режиссер, и журналист. И театр одного актера, опять же. Кроме того, так получилось, что вот все эти 30 уже лет, которые прошли после института, я никогда не занимался одним делом. То есть, всегда было что-то еще, всегда было несколько каких-то работ. Там, допустим, школа и самодеятельный театр, школа и КВН, школа и телевидение. Вот теперь это же книгоиздание, и тоже телевидение, и так далее, и так далее. Тем более, что, понимаете, это все равно все, как сказать, это все работает в одном направлении. Когда мы создавали колледж, тогда же был придуман и эрудицион. То есть, я первую свою телевизионную передачу провел 21 год назад. И как-то вот 12 лет, что ли, мы в эфире были. И все это тоже, понимаете, все равно образование, это все равно работа с детьми. И то, что сейчас вот вновь я вернулся как бы в эфир уже с проектом «Умники и умницы», я очень рад, потому что это опять работа с умными, интересными детьми. Я очень люблю, когда на экране умные дети. Понимаете, не только вот такие, которых вот тут на днях показывали в программе «Время», которые там избивают друг друга и прочее, и прочее, там детская агрессия, детская жестокость. Это правда, это есть. Но у нас очень много умных, талантливых детей. Их надо пиарить, понимаете, их надо рекламировать, их надо активно показывать. Чтобы на них ориентироваться. А любого ребенка можно сделать умным? Да я не знаю. Ну, что значит умным? Ну, наверное, ум это все-таки что-то такое заложенное. А вот развить какие-то природные данные, наверное, можно. Другое дело, что у кого-то это проще. Мы тут называли некоторые имена, не хочется там десятый раз их называть. Там, может, вообще ничего не делать, и оно все развивалось. С кем-то гораздо больше работы приходится проводить. Но, знаете, вот мне как-то повезло с человеком. А как замотивировать ребенка? Как, например, сделать так, чтобы ему было интересно читать? Это сложный вопрос. Тут масса всяких есть приемов. Но, на мой взгляд, в первую очередь, учитель должен быть сам интересен своим ученикам. Дело в том, что, понимаете, вот ребенок приходит на урок литературы. У него там он изучает Толстого. Но он Толстого перед собой не видит. Он видит перед собой учителя. Если учитель ему интересен, если с ним интересно разговаривать, он увлекается этим человеком. Он увлекается тем, что этот человек делает, и то, что он говорит. И постепенно начинает увлекаться Толстым. То есть, конечно, многое зависит от личности учителя, от его поведения и от того отношения к своему предмету, который у него есть. То есть, когда мы видим учителя на уроке, которому не интересен его предмет, когда он равнодушен к тому, что он делает на уроке, ну, вряд ли можно поверить, что ребенок этим увлечет. То есть, любой ученик — это отражение учителя? Или это отражение родителей? Знаете, это вообще такое вот очень многогранное какое-то зеркало. Он отражает очень много всего. И родителей, и учителя, и то, что на улице, и то, что по телевизору. То есть, он все впитывает. И здесь задача учителя не только влиять напрямую, но еще и как-то регулировать все остальные факторы, которые воздействуют на ребенка. Потому что, понимаете, и успехи, и неуспехи наших учеников — это не только наша заслуга или наш просчет. Это результат воздействия огромного количества факторов. Но если уж мы непосредственно работаем с ребенком, то наша задача не только на них, повторяю, влиять, но и как-то регулировать вот это воздействие. Это сложно. Слушайте, а вот, ну, раз уж коснулись телевидения, да, запретить, да, больше запрещать смотреть или все-таки поощрять и направлять на какие-то там каналы, тот же Discovery, там еще что-то? Или лучше минимизировать? Вы имеете в виду, что родители должны быть запрещать? Да, 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 разумеется. Ну, во-первых, запрещать ребенку что-либо вообще бессмысленно, понимаете? Потому что как только ему запретить, лучше все запретить смотреть дисканеры. Тогда он будет потихо это делать, понимаете? Запрещать бессмысленно. А вот, так сказать, как-то сотрудничать с ребенком, да, сажать его рядом с собой, когда сам смотришь какую-то интересную передачу, ну, естественно, не смотреть при нем всякую ерунду, ну, наверное, да, это задача родителей. А кроме того, ну, надо, чтобы наши телеканалы немножко соображали, кто их смотрит. Знаете, вот меня иногда просто, я удивляюсь, ну, я понимаю коммерция, я понимаю рекламу, я понимаю рейтинги, но мне иногда ужасно неловко бывает за наших телевизиончиков, за некоторых, да? Ну, вот вы же понимаете, что ваши дети это могут увидеть. Ну, вот неужели вам не стыдно будет сидеть рядом с ними и это смотреть? Ну, какая разница, он не посмотрит это по телевизору, если это запретный плод, то он найдет это в интернете? Конечно, конечно, почему я и говорю, что запрещать бессмысленно, но направлять можно, да, больше того, ну, почему вместе с ребенком не смотреть телевизор, вместе с ребенком не искать что-то в интернете, понимаете? Чем больше мы находимся рядом с ребенком, тем больше пользы, вот в любом случае, в любом. Вот, хотя, так сказать, избежать каких-то нежелательных воздействий, но мы не можем, и это нормально на самом деле, ребенок все равно, он будет расти, он будет жить не в безвоздушном пространстве, он всего еще насмотрится. Но, понимаете, тут еще вот какой момент важен, очень важно доверие между ребенком и родителем. Вот, если есть доверие, то тогда ребенку все можно объяснить, даже если он увидел что-то, чего вы не хотите, но не скрывает это от вас, нужно деликатно это объяснить. К сожалению, вот сегодня в нашей такой загруженной жизни мы так мало общаемся с детьми, что вот этого доверия не возникает, оно просто не успевает возникнуть. Это очень плохо. Вопрос следующий. Вы обмолвились о том, что преподаватель в школе, он очень часто устает по прошествию лет от того, что он преподает, ну, от того, что он говорит. У меня, честно скажу, был опыт, не знаю, для меня, там, этот человек, там, учитель математики, она была, ну, просто, не знаю, мне казалось гением, да, она воспитала, не знаю, там, победителей всемирных олимпиад. Я даже не буду называть фамилии этих ребят, я думаю, мои одноклассники поймут, о ком я говорю, да, а потом, когда вот мы уже закончили учиться, из-за того, что это учитель там назвала, как я помню эту историю, назвала там каких-то детей, ну, там, не знаю, ну, может быть, не дураками, но как-то вот так, да, ее там лишили всех ее званий. Соответственно, ну, вот правильно ли это, правильно ли как-то, то есть для нас преподаватель, он был, ну, как бы, не знаю, гуру, да, вот, очень-очень, мы уважали, да, мы могли там не соглашаться из-за юношеских каких-то там, не знаю, ну, казалось, нам могло казаться, что этот учитель не прав, но он для нас все, был эталоном, а вот, а сейчас, насколько я понимаю, да, ну, это не так, правильно ли это? Собственно говоря, правильно ли, что ее лишили всех? Да. Ну, вы знаете, тут, конечно, сложно, надо разбираться в ситуации, но вы понимаете, какая штука, тут два момента, о которых мне хотелось бы сказать. Во-первых, если учитель действительно понимает, что он гуру, он, ну, не имеет права срываться. Я вам честно могу признаться, что за все годы я только один раз довольно грубо обратился к своим ученикам. Один раз в жизни. Я потом переживал. Ко всем вместе? Ну, прям уж ко всем вместе, там было человек 3 или 4, это было в лагере труда и отдыха, я сказал такое слово, которое, ну, наверное, не стоило бы обращаться. Нет, оно вполне снизурно, но я потом очень переживал, но я сорвался, потому что девчонки действительно повели себя очень-очень неправильно. Поэтому здесь надо все время себя контролировать, это правда. С другой стороны, я, например, знаю случаи, когда учитель бывает очень жестким, очень жестким, иногда невыносимо жестким, но при этом так учит, что ему прощаешь все, понимаете. И, наверное, такие учителя тоже заслуживают очень большого уважения. А вообще, вы понимаете, надо побывать в шкуре учителя, чтобы понять, как ему тяжело иногда, не сорваться. Нет, ну, действительно, почему учитель должен в современной школе прогибаться под ребенка, уговаривать? То есть, мне кажется, что вот, что как учитель сказал, так и должно быть. Вот это мое мнение. А вот у нас же нельзя к нему неправильно обратиться, иначе там чуть ли родители не в суд подождусь. Правильно ли это? Потому что это уважение к человеку, это просто к ребенку как к человеку уважение, ты не можешь его оскорблять, не можешь его принижать и так далее. Это всеобщая у нас лояльность, что вот эти права человека. Правильно ли это? Права человека – это правильно. Это безоговорочно. Нет, я знаю, что раньше там указкой били, нельзя. Им ничего не было за это. Почему сейчас не бьют указкой? Учитель бил метка указкой, и у ребенка была психологическая травма, а учитель продолжал работать. Ему ничего за него, это ужасно. Вы знаете, я глубоко убежден, что вот бить ребенка указкой ни при каком режиме вообще не надо. Другое дело, да, раньше была, знаете, такая вот, учитель всегда прав, так говорили. Это неправильно, это неправда. Учитель прав только тогда, когда он прав. Сегодня, конечно, учителю сложнее, уже никто так не скажет. Уже родители очень требовательные, того глядит, значит, в суд побегут. Другое дело, что, понимаете, ситуации бывают очень разные. Иногда родители бегут в суд подавать на учителя, который сорвался, потому что ребенок его спровоцировал. Прежде всего, родители должны заниматься только испытанием собственных детей, чтобы они не создавали этих ситуаций. Но учитель должен понимать, что да, мы живем сегодня в другой ситуации. Да, сегодня вот просто так безнаказанно бить ребенка указкой нельзя. Но, понимаете, какая штука? Вообще, работая с живыми людьми, вот независимо от того, взрослые они или дети, к ним надо относиться с уважением. А поскольку это еще дети, которых тебе доверили, да, ну тут особое надо, очень тонкое отношение. Да, иногда трудно сдержаться, но кто бы спорил, потому что дети бывают, ну, скажем так, разные. Конечно. Не хотелось бы никого обижать, как говорят в одной известной программе, но дети бывают разные. Ну и что? Они живые люди. И если ты не можешь с ними справиться, человеческими методами, ищи другие человеческие методы. Оскорблять, бить. Но, к сожалению, это происходит именно вот от этой профессиональной выработки, потому что устаешь, вырабатываешься. Можете себе представить, когда перед учителем проходят сотни, тысячи детей, и все разные, и ко всем подходящим. Вот у меня где-то около тысячи выпускников. Но это непросто, это непросто. С таким количеством людей работать, и тебе доверена судьба, и душа каждого, это очень тяжело. Но если ты чувствуешь, что они тебя раздражают, что тебе хочется взять все-таки в руку указку и использовать ее не по назначению, к счастью, сейчас указок почти нет в связи с интерактивными досками. А все-таки я еще не слышал о случаях, когда били бы детей интерактивными досками. К счастью, хотя кто знает, что вы зато. Слишком дорого. Ну, дорогое удовольствие, да. Если ты не можешь по-другому, ну, смени профессию. Ну, все-таки ты образованный человек, ты можешь себя как-то найти. Ну, правильно, есть варианты. Есть варианты. Скорее всего, мы это вырежем в итоге, но я не, прямо, меня трясет, я не могу не рассказать этот случай. Я, возможно, сейчас буду долго об этом говорить, но, девчонки, извините, извините, заранее прошу прощения. Закончив 33-ю школу нашу Ярославскую, точнее, да, я 10 лет проучилась в 10 классах. Математик не состоявшийся. Нет, нет, я вообще, я никак не математик, но я очень благодарна 33-й школе, потому что она мне привела усидчивость, и всех, каждого своего преподавателя я просто благодарю за то, что там, ну, конечно, нас указками не били, да, опять же, но вот. И мы не давали. Нет, ну, вот это вот как бы гнет, что ты там, что ты далеко не гений, но ты должен, да, это очень, я не знаю, ну, мне это очень много дало, я очень благодарна. Ну, вообще, я помню, что там буквально вот 10 лет проучившись, и как раз в 11 классе я уже училась в Москве, я помню, что еду я в поезде, как раз на учебу, и вот рядом со мной сидят там две мамашки, и одна прямо вот на весь вагон рассказывает, что вот, ну, мамочка такая прям вся из себя, и рассказывает о том, что вот, я свою любимую там вообще зайку, дочку, вообще там гения моего из 33-й школы там просто забрала и перевела в другую, не буду говорить, какую школу, в связи с тем, что вот как раз учительница там как-то не так, может быть, назвала или сказала, что что же вы такие все там глупые, почему вы этого не понимаете, и в итоге, я вот до сих пор, честно, сколько лет прошло, но я до сих пор переживаю, почему я не сказала, не встала и в тот момент не сказала, значит, твоя дочка, извините, пожалуйста, не достойно учиться в этой школе, потому что это нормально, когда учитель, ну вот в моем понимании, когда он заставляет, когда там, знаете, там даже, ну, я сейчас могу, конечно, ошибаться, но действительно, как мне на тот момент показалось, что дочку просто действительно, ей не хватало, возможно, какой-то усидчивости, в общем, не из-за преподавателя в итоге, а из-за твоей девочки, что это ты ее так воспитываешь, что это ты говоришь, что она самая вот гениальная, а все учителя дураки, то есть, и в итоге, да, ей, ну, проще вот в ту, ну, послабше школу, действительно, она действительно была слабше, перевести, и там действительно ее дочка стала там чуть ли не отличница, и все это хорошо, вот я до сих пор себя горю за то, что я не встала, ну, и не сказала тогда этой мамочке, потому что учителя тебя так воспитали, ну, и прекрасно, ну, не знаю, нет, возможно, я вообще недостойный, самый последний человек, там, не знаю, в нашем обществе, вступиться за любимую школу, наверное, можно было, тем более я, честно говоря, плохо себе представляю, чтобы в 33-й как-то к ребенку, нет, там прекрасно, там вообще интеллигентная школа, вообще замечательно, но кто-то может воспринять критику, а вот эта мамочка, и она воспитывает свою дочку именно так, что никакую критику в своем обществе воспринимать нельзя, я считаю, что это неправильно. На самом деле, гораздо проще свалить все на школу, на учителей, тем более теперь это модно, чем на собственного ребенка, да, более того, к сожалению, сегодня очень много говорится, в том числе и в СМИ, о том, как неправильно себя ведут учителя, как неправильно работает школа, и родители очень хорошо этим пользуются, и то, что вообще при детях обсуждается поведение учителей, вот это тоже все очень неправильно, понимаете, вообще при детях надо говорить только то, что интересно детям, не надо вести взрослый разговор, вот, гораздо проще свалить на кого-то, но хорошо бы заниматься иногда собственными детям. А можно я, просто я знаю, я знаю вашу позицию в отношении определенных и политических явлений в нашем городе, и позиции там персон разных, меня интересует только одно, попросите меня, если я не права. Вот есть некая личность, да, которая что-то сделала прям хорошо-хорошо-хорошо в свое время, а сейчас этот человек не прав, и я знаю, что если я не права, то я буду только счастлива. Что вы считаете, что многие молодые, подрастающие, там, не знаю, вот свежие политические силы, не имеют морального права осуждать вот этого человека, да? Так или не так? Ты говорила. Ну, основываясь на том, что он говорит, что он говорит, что он говорит, что он говорит. Ну, хорошо, вы в свое время написали письмо. Да, вы написали письмо, ну, просто мне не хочется, что это личная переписка просто была, да, то есть вы написали письмо Филиппу Кегелесу о том, что вот там выступление на митинге. Там просто была фраза, Филипп поделился со мной этой перепиской, ну, там ничего такого вроде криминального не было, но там была вот эта именно фраза, что ты как молодой не имеешь морального права вот осуждать. Мне вот эта позиция, она немножко противоречит моему пониманию вообще ситуации. Вы скажите, почему, вот откуда вот это? Я понимаю, о чем я речь. На самом деле все было немножко не так. Дело в том, что я пытался предостеречь Филиппа, к которому, кстати, отношусь с огромной симпатией, он замечательный парень, я вообще эту семью очень люблю, старшего его брата учил. Вот, предостеречь от огульных обвинений. Нет, нет, мне вот именно вот эта вот ситуация с моральным правом. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Так вот, на митинге прозвучали такие, знаете, вот просто обвинения. Даже там не было конкретных обвинений, там было достаточно, так сказать, негативно, просто в негативном контексте названы имена, ну, вполне уважаемых людей, которые могут быть в чем-то неправы, да, которые могут себя вести, может быть, недостойно. Скажи, в чем они неправы и чем они недостойны. Называть просто жуликами и ворами людей только потому, что они там в какой-то партии, не будем называть, в какой, состоят, понимаете, это неправильно. Может, я потом пошел? Спасибо, уже хорошо. Я отравлюсь. То есть речь идет не о том, что они, значит, поскольку ты молодой, ты не имеешь права. Ты не имеешь права просто огульно обвинять людей на основе их партийной принадлежности. Если у тебя есть конкретные претензии к людям, скажи, но просто на площади говорить о том, что вот они все негодяи, это не дано. Ну, просто у большинства людей, которым там за 50, за 60, у них вот эта позиция определенная сохраняется. Как ты можешь обращаться к этому человеку так, ведь он в свое время сделал там то-то, то-то, то-то. Нет, нет, там речь шла не об этом. Я не про конкретную, то есть я вообще про общую позицию. Я так не считаю, потому что, вы знаете, можно и, так сказать, вести себя сначала в жизни достойно, а потом повести себя недостойно. Я таких примеров, простите, знаю очень-очень много и, в общем, никогда не скрываю свои отношения. Более того, я всегда говорю о том, что мне очень жаль, что человек, который когда-то вот, да, а теперь вот так. Но давайте тогда разбираться, давайте тогда говорить о том, что вот когда-то этот человек действительно многое сделал, а вот сегодняшняя его позиция, она вызывает осуждение, понимаете? Но просто выйти на площадь и сказать, что этот человек негодяй. Ну, просто выйти на площадь, это и так понятно, мне кажется. Речь шла только об этом. А вот просто у многих вот это есть, это вот, да как ты можешь, да ведь он, а ты что здесь такое, и ты не имеешь права? Нет, ну на самом деле, конечно, для того, чтобы там кого-то осуждать, нужно, ну, определенное моральное право иметь. То есть нужно еще и самому из себя что-то представлять. Я сам глубоко в этом убежден, и я не позволяю себе, так сказать, там, осуждать людей, которые сделали в жизни гораздо больше, чем я. Другое дело, я могу оценить, допустим, негативно какой-то их поступок. И повторяю, всегда буду сожалеть о том, что такой достойный человек совершает такие недостойные поступки. Ну, так вот, об этом и надо говорить. Понимаете, к сожалению, в последнее время мы стали вообще бросаться такими-то обвинениями в адрес друг друга. Абсолютно ничем не обоснованными, абсолютно непродуманными. Особенно, когда это в струю. Вот что самое неприятное. Вот их все обвиняют, дай-ка и я укушу, понимаете? Ну, вообще, это сейчас модно. Почему это сейчас модно? Почему модно обвинять всех и ничего не пытаться исправить самому и не работать над собой? И над собой тоже работают? Это, конечно, такая очень больная часть. Работают. Я думала, ты под мостом свой адрес. Нет, нет, sorry, это не мой адрес. Я очень тихо говорю. Нет, ты над собой работаешь. Понимаете, к сожалению, потому что мы живем в такую эпоху митингов, я, к сожалению, честно говоря, очень не люблю митинги. Вот просто не люблю, потому что они, как сказать, они не дают возможности анализировать. Для того, чтобы что-то сделать, сделать какой-то шаг, нужно все-таки анализировать. А когда просто мы бросаемся лозунгами... Причем чаще всего теми лозунгами, которые где-то услышал и сам подхватил, потому что сейчас модно быть в оппозиции, например. Или сейчас модно говорить то, что говорят там другие. Даже те люди, которых ты уважаешь. И, соответственно, раз они говорят, значит, я буду говорить. Вот это немножко смущает. Митинги, они всегда предполагают непродуманную глубокую аналитическую позицию, а что-то такое немножко поверхностное. Некий лозунг, даешь или долой, неважно. А что там будет дальше? Я, видимо, в силу возраста уже мне хочется больше глубины и больше аналитической. А это правильно, что государство дает возможность высказываться? Оно дает? Оно дает возможность высказываться? Да ладно. Те же самые митинги, пожалуйста, если ты организовал митинги... Нет, ну митинги... Митинги, наверное... Я думаю, что мы о политике, наверное, все-таки не будем. Вы понимаете, какая штука? На самом деле, конечно, правильно, что дает. Но государство ведь может сделать что? Оно может давать возможность высказаться и при этом не слушать никого. О чем и речь? Государство не слушает. Это тоже позиция. Но даже сам факт высказаться, то есть кто-то... Хорошо, государство не услышит или не будет слушать, но кто-то услышит. И сам факт того, что дается эта возможность... Не дается эта возможность. Извини, пожалуйста, там... Для того, чтобы... Я тебе расскажу, каких усилий стоит вообще согласовать проведение банального, абсолютно мирного митинга. Ну, это не свобода. Для того, чтобы это сделать, тебе придется 6, 7, 8 раз сходить в администрацию, потом 15 раз встретиться с ГАИ, с полицией, а после этого с тобой встретятся в Центре по борьбе с экстремизмом и скажут, у вас, наверное, будут провокации. И все, понимаешь? Это не свобода. Ты хочешь, чтобы вырежим этот момент. Так закаляются борцы. Да, да. А что же вы хотите? Абсолютно да. Особенно мне понравилось выражение банальный митинг. Чтобы согласовать банальный митинг. Немножко смущает в митингах банальность, понимаете? Ну, обычную встречу, то есть это невозможность. Ну, а ты хочешь, чтобы везде и всюду... Алена, я устраивала спортивное мероприятие, абсолютно мирное. Мне не дали его провести по тому маршруту, который мы хотели. Потому что твоя личная какая-то обида. Господи, мы сейчас говорим про митинги. Мы сейчас говорим про митинги. Мы говорим про самовыражение живущих в городе людей. И это у нас отдельный спор. Да, другом. Ну, поговорите про митинги. Мне это очень любопытно. Я предлагаю перейти к председателю. Если бы вы слышали, что было до начала, знаете, всего... Нет, просто на самом деле, если будет возможность вырезать все, что про политику, я про это вообще не люблю. Мы... У нас есть традиция в конце программы мучить гостя вопросами в количестве десяти штук. Это вы еще не мучили, да? Сейчас только все начинается. Нет, нет, нет. Бить опрос. Прежде чем мы будем итожить как-то нашу встречу. Десять вопросов, на которые мы просим долго не раздумывать над которыми и сильно не растягивать ответ. То есть покороче. Готовы? Бить опрос. Ну, попробую. Итак, 20 лет или 40? Двадцать. Лет или 40? Еще раз повторюсь. Двадцатилетний или сорокалетний человек? Я сказал 20. Двадцать, да. Если бы вы были животным, то каким? Если бы... Как-то никогда. Вообще бы хотелось быть ленивцем. Честно. Если бы. Любимая героиня литературного произведения. Героиня. Эх, так много. Любимая. Да даже не знаю. Тут в тупик. Ну, учитель литературы спросить про любимую героиню. Знаете, сколько? Ну, ладно. Не знаю. Пусть будет Соня Мармелада. Она приличный человек. Сформулируйте правила Буравчика. Я Буравчик сформулировал. Республика или монархия? Смотря где. Вы у нас имеете в виду? Ну, например, у нас. Да у нас ни то, ни другое не получается. Академическая живопись или прерафаэлита? И те, и другие, иначе скучно. Ага, тоже вариант. Страна, в которой идеальный политический режим сейчас? Ну, на ваш взгляд, конечно. Понятия не ее. Или такой нет? Нет. Во всех странах интересуются совершенно другие вещи. Назовите, кто сейчас независимый журналист. Я очень надеюсь, что здесь присутствующий. Спасибо. Справедливо ли наказание получили Пусси Рай? То, что за это надо наказывать, безусловно. Надо ли наказывать так, простите, не уверен. Кто такой Пато? Еще раз. Пато. Пато? Пато, да. Кто такой Пато? Откуда же я знаю? Это футболист. Наверное, хороший. Очень, да. Я тоже так думаю, я не знаю, кто такой Пато. Это ты придумала, да? То есть ты погуглила? Я знаю, так. Ты смотришь голову иногда. Ты же голос. Предупреждать надо. Спасибо вам. Вам спасибо. Было очень интересно. Мне кажется, о стольком еще хочется поговорить. О многом. О многом вообще прям. Но это можно говорить в голову на столько 25 минут. Спасибо, что нам пришли. Следующий. Недавно на вечеринке встретил Юлию Тарковскую, она посмотрела на меня, задумалась и сказала, нам есть о чем поговорить. Так что ты будешь следующим. И вот я следующий. Раз. Продолжение следует...